Итак, Ария Рума и маленькие любители квадратной шурмы, и мы продолжаем с вами играть в такую увлекательную игрушечку, как Майнкрафт, на сборочке в Стонблок 2. Ну и как я в принципе люблю говорить, с момента прошлой серии произошли достаточно большие изменения, в частности, вот эта вот комнатка была полностью оформлена до конца, и просто намарафетчен тут внешний вид, и по-моему она выглядит более-менее прелестно. Как я в принципе и говорил, я улучшил полностью нашу броню до уровня Дракониум, имея ввиду емкость и восстановление щита, а также полностью улучшил наш Дракониумный лук на непосредственно скорость полета стрелы, и Дроу Спид, это скорость натяжения стрелы, до уровня Дракониума, это наверное пока что все изменения, которые коснулись этого мира на данный момент. Ну и как я говорил в прошлой серии, я хочу большую часть непосредственно этого эпизода, уделить непосредственно вот этим нашим очень любимым и уважаемым жидкостным коровам. И сейчас у меня здесь, вот в этих вот находятся ячейках, если я все правильно помню, 8 пар вот таких вот коров. Чтобы получить одну корову, нужно пройти просто через гигантские варианты и шансы получения этих коров, и все это было мной пройдено непосредственно за кадром, чтобы не томить вас и все прочее. И мной уже был выверен такой вот максимально верный путь, как получить непосредственно вот этих вот коров. По факту все остальные коровы, которые есть в этом моде и предоставлены нам этим деревом, нам не нужны особо, и скрафтить нет вообще никакого труда, а также нет вообще никакой необходимости, потому что все это абсолютно бессмысленно. Ну и так вот, начнем непосредственно к рассказу в длиной серии, наверное. Вообще изначально мы можем с вами скрафтить несколько видов коров, именно скрафтить, остальные виды коров у нас достаются сугубо скрещиванием и выведением. Допустим, на банальном примере я хочу получить Liquid Call, то есть нам нужно взять корову из лавы и корову из Серед Стоуна. Обе эти коровы крафтятся и с вероятностью 50% мы получим при их скрещивании непосредственно корову, которой будет найти жидкий уголь. Совершенно, совершенно буквально по всем аналогиям крафтится вот этот вот список коров. И чтобы вывести вот эту вот бесконечную корову, мне пришлось пройти через вот такие вот этапы. То есть раз 4 вида коров, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Получается 8 умножаем на 4, 32 разных вида коров, то есть как минимум 8 уровней скрещивания мне пришлось пройти для того, чтобы достигнуть их. Это не все так просто, потому что, казалось бы, 50% шанса, что может быть проще? А вот нифига, если я, допустим, захочу узнать, какой шанс скрафта это непосредственно бесконечные коровы, то шанс всего 1%. Я напомню, что бесконечно скрещивать коров мы не можем, как в том же моде Руст, в котором мы можем буквально куриц скрафчивать буквально каждую секунду. Здесь нам приходится ждать в реальном времени. Казалось бы, 1%, что тут такого вот сложного? Сама загустка в том, что для того, чтобы скрафтить ингредиенты для крафта этой коровы, там тоже шансы маленькие. Тут 2%, тут 30%, и на каждом этапе вот такие вот сложности. Но в итоге, не знаю, около, наверное, 8 или 9 часов мне потребовалось на выведение в общую сложность вот этого вида коров. И если бы я использовал вот эту вот схему, которую у меня сейчас, то, возможно, времени на это все было бы убито гораздо меньше. И сейчас я непосредственно хочу показать, как использовать эту схему. Вот эту вот схему с резервуарами, так называемыми, которые помогут непосредственно выводить этих самых коров. По факту нам нужны лишь вещи из этого мода и еще небольшой такой лайфхак, с помощью которого мы можем безумно себе упростить жизнь. Нам по факту понадобится только вот этот вот коровий захватчик. Восредственно, наверное, все на этом. Потому что больше я ничего не использовал. И вот этот вот ускоритель роста можно даже по факту не использовать на самом деле, но я его использовал, поскольку я могу себе позволить это. Но хотелось бы небольшую ремарочку все-таки сделать и уточнить то, что для ускорителя роста потребуется просто гигантское какое-то количество обычной пшеницы. И поэтому здесь вот успешно уже несколько, наверное, нереальных дней пашет вот эта вот ферма, которая наравне даже с большей скоростью с вот этой вот фермой семян, производит нам пшеницу и вот эти вот семена обычные, которые кушают наши курочки. Непосредственно вот так вот у нас выглядит вся наша ферма изнутри и снизу. Здесь у нас находятся вот такие вот небольшие игровые акселераторы, которые в себя потребляют лишь воду и большое просто гигантское количество непосредственно вот этого пшена. Это сейчас было показано непосредственно место, где находятся вот эти вот наши коровы, то есть получается коровы, которые были получены после скрещивания. Скрещивание у нас происходит с помощью нашего непосредственно фидера. Да, видимо, его тоже придется нам скрафт. Фидер у нас заправляется непосредственно тем, чем мы и кормим кровь, это непосредственно само пшено или пшеница. И именно 3х3 в комнатке у нас находится пара коров, которые мы хотим скрестить. Эта комнатка должна соблюдать два условия, то есть она должна быть полностью герметичной и полностью 3 блока вверх, за исключением вот такого маленького окошка. И в это окошко должны ввести вот эти вот векторные пластины, для того чтобы коровы были замкнуты вот в этом блоке и не имели возможности куда-то уходить. А ребенок, который у них получается в результате скрещивания, мог свободно вылетать вот в это вот маленькое отверстие, в результате чего он там вырастает с помощью ускорителя роста. И уже получается взрослая особь коровы, которую мы можем брать и перемещать. И таким образом, поместив сюда любые две коровы, мы будем получать на выходе их ребенка, причем ребенка отдельно от родителей. Эта комната должна быть сугубо 3х3 блока. Если она будет меньше, то это приведет к тому, что возможно коровы из соседних комнат будут спариваться между собой, что приведет к ухудшенной селекции, что естественно нам не нужно. И непосредственно вот следующая комната идет вот здесь вот, то есть с разделением на один блок. Это сделано опять-таки для того, чтобы пары из соседних комнат не могли между собой скрещиваться, даже если их разделяет обычный блок. Я не знаю какая это логика Майнкрафта, но коровы, если даже их разделяет вот такой вот цельный блок, если они обе накормлены, то они хотят спариваться и у них обязательно родится ребенок. И чтобы опять-таки этого избежать, была создана именно вот такая вот система. Второй слой вот этих вот так называемых колбочек ничем по факту не отличается от того слоя и сделан по тому же образу и подобию. Вот этих вот колбочек для ускорения всего процесса можно разметить и большее количество. Я так вам скажу, то что на начальных этапах хватит и одной колбочки, а уже потом можно постепенно наращивать и наращивать результаты. И непосредственно только на вот это вот Molten King Slime могут возникнуть какие-никакие проблемы с выведением и потребуется большая скорость. Для этого можно строить еще большее количество, но в связи с тем, что мне было возможно падлу делать большее количество, их количество непосредственно здесь именно такое. Коровы, которые были когда-то выведены вот в этой вот колбочке и помещены впоследствии сюда, могут быть помещены и нужно, чтобы они были помещены, а после складированы где-либо. И для этого идеально подходит такая же комната на уделение 3х3, но с разделением вот такого заборчика. Поскольку мы их здесь не кормим, они могут здесь свободно вот в таком вот варианте находиться. Им здесь совершенно комфортно, посмотрите только на их мордашечки. И благодаря тому, что сверху над ними есть название непосредственно самой коровы, мы можем различать их друг от друга и благодаря этому такое складирование я считаю более-менее уместным. В принципе в одном вот таком вот блоке можно хранить безграничное количество, пока мы не дойдем в пределы по Майнкрафту, там по-моему 23 особи, если что поправьте меня в комментариях. По идее я вот кратко пересказал 9 часов геймплея, которые у меня были до этого, и я еще раз подчеркну то, что вот такое вот строение фермы, я считаю наиболее идеальным и наиболее приемлемым, я пришел к нему через долгие эксперименты и пути проб и ошибок, и поэтому у вас есть просто такая идеальная возможность просто взять, скопировать и использовать, если вам такое потребуется. И хотелось бы еще раз подчеркнуть, зачем вот этот весь геморрой, который я делаю, зачем вот эти все коровы, а они нужны непосредственно для Molten Infinity, то есть жидкой бесконечности, а жидкую бесконечность гораздо, гораздо я подчеркиваю легче перевести в твердую бесконечность в виде слитка. И вот на протяжении уже просто гигантского количества времени у меня тут в поте лица трудится и несет свое молоко вот эта вот наша любимая коровушка, и с помощью нее за все время мне удалось достичь 153 ведра. На секундочку, одно ведро без всяких ускорителей у нас несется за 2 часа, я напомню, что эта корова несет свое молоко сюда сугубо без ускорителей, и умножив вот это вот сверху количество на 2, и вы можете понять, какое количество часов было проведено после введения первой вот этой вот нашей жидкостной коровы, до размножения вот такого вот гигантского их количества, потому что размножаются они очень уж долго, так же как и несут эту жидкую бесконечность. Сейчас же я хочу просто продемонстрировать самый простейший на данном этапе способ получения вот этих вот бесконечных слитков. У нас есть вот здесь вот практически бесконечный драм, в который у нас вот эта вот корова очень увлекательно и продуктивно несла свое жидкое молоко, и с помощью непосредственно вот такого кондуита мы будем помещать всю эту жидкую бесконечность в наш кейсинг тейбл. Несмотря на небольшой такой баг, с помощью вот этого вот айтем кондуита мы можем получается помещать уже бесконечность в скомпрессованном в твердом виде в наш непосредственно базик драйвер, и забираем вот эту вот первую нашу бесконечность, и мы можем видеть сколько она EMC стоит. По факту вот этот вот способ является наипростейшим способом получения этой бесконечности в этой сборке, и в принципе с этими модами. Вот эту бесконечность можно получить еще несколькими способами, например в экстремальном крафтинге. Мы должны где-то найти нейтрониум, это в принципе не проблема, так что это вообще забейте. Мы должны скрафтить кристальную матрицу, это просто алмазы на самом деле, но тем не менее мы должны это сделать. И самое сложное, мы должны сделать 11 бесконечных каталистов. А один каталист 3,41 миллиард EMC. Напомню, что в алмазе всего лишь 8 тысяч, да, на секундочку. И имея вот такие вот бесконечные слитки, можно сказать, что потихонечку мы с вами достигаем эндгейма игры, стонблока. Но учитывая то, что еще куча модов не распахана, мы можем на эндгейме их с вами успешно даже распахивать. Так что не надо печалиться, и все у нас еще с вами впереди. И непосредственно из инфинити слитков мы с вами можем крафтить безумно какие-то интересные и увлекательные вещи. Например, бесконечную броню, которая буквально сделает нас своего рода богом. Бесконечные ресурсы и инструменты, которые по факту никогда и нигде не нужны. Но вот этот инфиниум ингот понадобится нам, например, сейчас. Если, допустим, я захочу пробегать наши вот эти вот три инструментика до уровня бесконечности. Для этого давайте возьмем, пожалуй, 32 вот этих вот наших бесконечности слитка и закинем их все в нашу печечку. И вот мы с вами наконец-таки дождались, когда наша бесконечность снова стала жидкой. И мы с вами, получается, можем делать уже непосредственно заливки. Допустим, я хочу проапгрейдить наш вот этот вот клевер, то есть палаш. Мы, по идее, можем проапгрейдить его и засунуть вот такую вот, допустим, маску крипера. У меня уже есть заливка этой непосредственно маски крипера. И, допустим, мы выливаем в эту емкость вот эту вот нашу жидкую бесконечность. И пока у нас идет эта заливка, я заодно сделаю инструмент для непосредственно нашей кирки из вот такого вот нашего наконечника. И вот это вот перекрестие, которое, по идее, скрепляет непосредственно маску кирки со самой этой, получается, ракуятью. Забираем, замечательно мы инструменты Наши яшки, до сих пор вот эта вот Штучка у нас остывает, ну ничего страшного Получается мы Скрещу в нашем Тулфорде Нашу кирку с вот этими Двумя вещами, и что мы получаем Если посмотреть По характеристикам, то наш Майнинг левел становится десятым Чтобы это не значило Майнинг спид становится Режется, что? Скорость добычи Этой кирки меньше, что просите Оказывается, скорость Добычи на нашей вот этой Обычной кирке с вот этим вот Бесконечным наголовником Меньше, чем могла бы быть изначально И поэтому ставить вот этот бесконечный наголовник Вообще нет никакого смысла По факту он дает нам только большую скорость Атаки, что в принципе нам и не нужно на кирке Поэтому для пущего эффекта нам хватит Вот это вот получается перекрестие И мы забираем это отсюда Там еще куча каких-то плюшечек у нас идет Но это сейчас попозже об этом А вот этот наголовник, чтобы не тратить ресурсы, можно снова переплавить Наши печечки И мы наконец-таки дождались, когда бесконечная вот эта пластина наша была скрафчена И получается мы не сможем ее прогрейдить нашим мечом И атака у нас вырастет до 45 Сейчас мы заливаем получается само лезвие из бесконечности И посмотрим, как это повлияет на непосредственно наш меч Ага, по факту он... А, да, он дает нам прирост в 20 единиц атаки Давайте его заберем Мне просто очень интересно Офигеть, как он классно выглядит Он прикольно так выглядит, но не сказать, что прям суперски Мене мне этого должно хватать Хотя мы можем еще, по идее, увеличить его скорость Потому что вот эта маленькая скорость очень маленькая, как ни странно И я вот таким вот небольшим образом показал, как именно происходило у меня Крафт вот этих наших магических инструментов И вот этих вот вещей стингер-констракта Как они улучшались и зачем они улучшались То есть, так сказать, совместились с приятной и полезной Возможно, я вот этот вот наш молот также улучшу до бесконечности Но, учитывая, как улучшились вот эти вот два инструмента Не знаю, насколько это нужно По факту нам бесконечность нужна только для вот этой вот нашей бесконечной брони В которой нас никто и никогда не сможет пробить Ну а крафт у этой бесконечной брони достаточно проблематичный Даже не говоря о том, что для ее крафта нам потребуются вот эти вот предметы У которых ЕМЦ около 30 миллионов Но, к сожалению, мне придется завершать потихонечку эту серию Несмотря на ее крытковизну Мы с вами смогли достичь того уровня Что мы получаем практически в безграничных масштабах бесконечность В виде слитков, которые мы уже впоследствии можем с вами успешно использовать Ну а на этом, к сожалению, мне придется потихонечку завершаться А ну а дальше только интереснее У микрофона был Как всегда, ваш покорный слугам Амору Еще услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok